Друзья, в эфире Newsbox, с вами Азия и сегодня я расскажу вам о самых главных сенсациях за прошедшую неделю из мира шоу-бизнеса, а также узнаем о том, какие появились новинки в мире моды в связи с зимними Олимпийскими играми в Сочи. Без лишних слов мы начинаем. Как пережить расставание и на какие безумства готовы наши звезды ради любви, почему грустит серебро и чему радуется группа Тату, а также рубрика Fashion. Во что будут одеты гаджеты после Олимпийских игр в Сочи? Об этом и не только через несколько секунд в Newsbox на Russian Music Box. Любовь, наверное, может прожить без музыки, но вот музыка без любви вряд ли возможна. Поэтому неудивительно, что звезды в День Святого Валентина считают обязательным поздравить всех влюбленных с этим важным праздником. О том, как отпраздновал самый романтичный день российский шоу-бизнес и чем удивили звезды своих поклонников, узнаете прямо сейчас. Звездопад в Олимпийском в День Святого Валентина на Big Love Show 2014. Такое прекрасное созвездие из топовых артистов российского шоу-бизнеса не так-то часто можно встретить на одной сцене. И все это во имя любви. Ведь помимо музыки только она и может их всех объединить. Кстати, благодаря любви некоторые звезды сделали свои первые шаги в музыкальной карьере. Когда-то совсем давно я записал первую песню, посвятил ее на тот момент любимой девушке. И на день рождения. Тогда я был влюблен и может быть это меня подтолкнуло к тому, чтобы я начал заниматься музыкой. Самые лучшие поступки, которые я сделала, я от влюбленности, от неразделенной любви написала свою первую в жизни песню. И с этого момента я поверила в себя как в автора. Вот и у победителей в номинации «Лучшая песня» на первой реальной премии «Мьюзикбокс» группа «Серебро. Нереализованная любовь» вылилась в новый сингл. Этой осенью я влюбилась. Но это была такая, знаешь, ну не то, что безответная, но очень... Короче, я не открылась этому человеку и носила все в себе. Но, видишь, выросла эта стихина, песню «Я тебя не отдам». Впрочем, вскоре у девушек в группе произойдет не самое радостное событие. Для кое-кого из них «Биг Лав Шоу» этого года стало, увы, последним. 3 декабря этого года я ухожу из группы. Почему я сейчас грущу, я вам объясню. Я стараюсь запомнить все, каждый миг, потому что я буду очень скучать. И все глаза в зрительном зале, и вы все, я вас всех очень люблю. А мы, Лена, любим тебя. Ведь если бы не ты, возможно, мы бы и не заняли третье место на Евровидении, или бы весь мир не пел бы нараспев песню «Мама Люба». Кстати, мировую славу российской музыки принесла и группа «Тату». Эксклюзивный сюрприз от «Биг Лав Шоу» в этом году. В честь праздника любви девушки вместе с Легалайзом представили совместную песню «Любовь в каждом мгновении». А также с помощью песни «Нас не догонят» девушки передали привет в Сочи. В самый разгар Олимпийских игр здесь, в столице, в Олимпийском, творится что-то невероятное. Наш российский шоу-бизнес посылает свой музыкальный привет в Сочи, потому что «Нас не догонят». От такого накала страстей хедлайнеры шоу группы «Мэтткен» просто не могли сдерживать своих эмоций. Вот уж действительно яркое подтверждение тому, что любовь может сподвигнуть людей на настоящее безумство и творить настоящие чудеса. Я залезал на четвертый этаж, хрущевки, по трубе, разрезал все пальцы. Если у меня снять отпечаток левой и правой руки, у меня, в принципе, отпечатки, меня легко вычислить. У меня все разрезаны пальцы, то есть там везде линия есть. Я себе проскреб все руки и потом понял, что ради этой девочки не стоило лезть на четвертый этаж. Когда девушка влюблена, она всегда говорит какую-то чушь. И особенно, когда этот человек находится рядом, она не может контролировать поток мыслей и слов. Любовь на самом деле вытащила меня со дна, когда я уже думал, что ничего меня не спасет. Похоже, именно эту историю группа «Квест Пистолс» рассказала в своем новом клипе на песню «Бэби Бой». Так что, если бы не было любви, то, возможно, и не было музыки вообще. Если бы не было любви, мне нечем было бы вдохновляться. Если бы, не знаю, не было бы стены, мне не о чем было бы рассказывать, негде. Я не знаю, потому что как раз из-за любви, для любви, все и есть на этом белом свете. Слушайте, жить стоило для того, чтобы изобрести эту любовь и почувствовать ее. Уже после шоу в Олимпийском на автопатии «Биг Лап Шоу» звезды таки рассказали, что же такое любовь. Побывав на «Биг Лап Шоу», мы точно поняли, что такое любовь. Когда видели много-много пар, которые влюблены друг на друга смотрят, мы поняли, что это любовь. Да, нам стало понятно, что для нас «Биг Лап Шоу» это просто безумный праздник, который длится два дня. Это какой-то марафон музыкальный, который мы получили удовольствие. С вами Юлия Паршута и Максим Привалов. Это было «Биг Лап Шоу» 2014 на Russian Music Box. В современном мире мобильные телефоны и планшеты для некоторых стали чем-то вроде домашних питомцев, а значит, они требуют соответствующего внимания и ухода. Дизайнер Тони Шаповалова в честь зимней Олимпиады сделала для электронных друзей стильную одежду. О том, что молодой дизайнер сотворила в формате 3D и какую страну Тони не смогла не отметить, за их стильные спортивные костюмы смотрите в рубрике «Фэшн». Российские олимпийцы одеты с иголочки. Помимо спортивных костюмов, Олимпийский комитет позаботился и о других необходимых для современного человека аксессуарах, начиная от стильных чемоданов и рюкзаков и заканчивая чехлами для фотоаппаратов, планшетов и гаджетов. Впрочем, на Западе уже давно озаботились вопросами стильной одежки для электронных друзей. Взять хотя бы Сваровский, который представили чехлы для айпадов и айфонов, расшитые бриллиантами. Одеть гаджеты российских спортсменов доверили Тони Шаповаловой. Правда, перед этим дали прям-таки настоящее техническое задание с четким указанием цветов и других самых разных параметров. Мы работали в жестких рамках, но иногда это полезно, потому что это как раз дисциплинирует сложные задачи. Они как-то вернулись туда. Кстати, так и было, да. Это можно, это нельзя, это нельзя, 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 нельзя. Ну вот тут можно доработать. В итоге получились довольно оригинальные варианты. Сини-голубые чехлы в виде полотняного одеяла для мальчиков, красно-рыжие варианты с женским портретом для девочек, находка от Шаповаловой, новый образ русской красавицы без кокошника. Не матрешка, да, то есть она такая фэшн, ее так можно трогать, гладить, жалко, камера этого не видит, но тут все очень объемное, она очень приятная на ощупь, она очень такая симпатичная. И это неспроста, ведь Тоня создала чехлы в 3D-формате. Кстати, на них разместились и всего три слова. Hot, cool, yours – девиз зимних олимпийских игр в Сочи. Не только там наши говорят, какой классный у нас слоган, действительно там иностранные болельщики, журналисты отмечают, что это очень здорово, а горячие зимние ваши, во-первых, стильно, во-вторых, как-то прям такая Россия открылась для всех. И все-таки не обошлось и без ложки дегтя в адрес внешнего облика олимпийцев. Молодого дизайнера в очередной раз не порадовали мужские костюмы фигуристов. Я как раз хотела обойти эту тему. Я хочу, чтобы мужчины на фигурном катании одевались по-другому. Тогда, возможно, и больше ребят туда пойдет. Я считаю, что мужская мода в фигурном катании – такое непаханное поле для дизайнеров. То есть можно работать-работать. А вот как раз парные и девочки-одиночницы очень здоровы. Кто знает, может, совсем скоро на мировых спортивных аренах мы увидим российских фигуристов в костюмах от Шаповаловой. Сейчас, посмотрев выступление, я подумала, что мне, наверное, было бы интересно. А нам бы было интересно увидеть результаты на льду. Ведь тогда наверняка выступление наших фигуристов привлечет внимание не только всех поклонников катания на льду, но и ценителей модной индустрии. Это была Тоня Шаповалова специально для рубрики «Фэшн» на Russian Music Box. На этом я прощаюсь с вами. Уже завтра в это же время Леня Фрэш расскажет вам о том, в чем же главное отличие женщин от мужчин, по мнению звезд, и кто в шоу-бизе стал парой годом. А пока заходите в группу «Ньюсбокс» в ВКонтакте и на Фейсбуке и подписывайтесь на официальный инстаграм телеканала «Russian Music Box». С вами была Азия. Да пребудет с вами сила. Пока. Редактор субтитров А.Семкин